Утро. Пару дней до начала весенних каникул. Малыши спешат на уроки, думают, как бы успеть получить еще пятерок. Старшеклассники не торопятся, словно желая остановить время, которого к концу года становится все меньше. 8.00. Первый урок. Физика, химия, русский язык, математика. Новый день для почти тысячи учеников и десятков учителей. День как день. Проверка домашнего задания, вызов к доске. Вряд ли эти ученики задумываются о том, что учатся в одной из лучших школ России. В единственной школе в городе, имеющей экономический, юридический и медицинский профили. В первой лабутнанской школе, перешедшей на федеральные государственные образовательные стандарты. Они не думают об этом. Они просто любят учиться. Как любили и самые первые ученики третьей школы, звонок для которых прозвучал 40 лет назад, в 1977 году. По мере того, как город развивался, в город приезжало огромное количество строителей. Начиналась эта железнодорожная эпопея. Поэтому у нас в школе учились и будущие ученики пятой и шестой школы, Сапской и будущие ученики восьмой школы. Особенно как-то грустновато вспоминать, что в январе 93 года открылась восьмая школа, а у нас училось 2200 детей. И сразу с 1100 ушло туда, 1100 осталось здесь. Было огромное количество классов. Учились почти в две как-то с половиной смены, даже не зная, как размещались. У нас были такие классы, как первый И, первый К, первый Л. Они только на линейку минут 15 заходили первого звонка. 1 сентября – день для первоклассников 90-х или 2000-х одинаково волнительный. Белые банты, большие пакеты цветов для первого учителя. И вот уже вчерашние дошколята становятся учениками. Всего 16 классов начальной школы, 16 опытных, высококвалифицированных педагогов, умеющих обуздать энергию и пылкий нрав любого непоседа. Когда на руки тишина, и когда на тебя смотрит 25 пар глаз, затаив дыхание, и ты видишь, что они впитывают то, что ты говоришь, это является высшей оценкой качества работы учителя, когда он может на себе сконцентрировать внимание. Коридорный звук, шумный, вот как сейчас в коридоре, он не требует усилий учительских. Дети просто отдыхают и бегают. Но он нам тоже приятен, потому что маленький ребенок должен отдыхать в движении. Мы разрешаем им побегать, подвигаться, дежурим, смотрим на них. И пусть они выдохнутся, но вот тогда на уроке, возможно, и будет та тишина, о которой мы мечтаем. Добрый день, ребята, присаживайтесь. Начинаем наш первый урок про литературного чтения. За 40 лет в школе многое изменилось. Классы оборудованы по последнему слову техники. Все, без исключения ученики, бесплатно обеспечиваются учебной литературой и используют в работе на уроках персональные нетбуки. В наше детство, не в ваше, а в наше детство у нас были только книжки. В лучшем случае мы могли найти энциклопедию, и тут только в библиотеке. А вы посмотрите, как продвинулся технический прогресс на сегодняшний день. Уже даже у нас на уроках мы без нетбука просто обойтись не можем. Классная мама третьего Б в школе работает с 1991 года. Была первой учительницей у двух сотен малышей. Профессионализм педагога признан и на уровне региона. Лилия Николаевна победитель конкурса на денежное поощрение лучших учителей Ямал-Ненецкого округа 2008 года. Самое главное, говорит она, как бы банально это ни звучало, уметь общаться с учениками. Учитель должен быть другом, должен расти вместе с детьми и преодолевать трудности. И тогда обязательно будет результат. Тут очень добрые учителя. И здесь мы учимся, и больше всего познаем. У меня здесь очень много друзей, и я люблю с ними общаться. Я люблю третью школу за то, что всегда, когда я прихожу, мне очень радостно, что я учусь в таком дружном коллективе. С моими друзьями никогда не бывает скучно, с ними всегда весело. А с нашим учителем очень интересно. Чем больше всего гордитесь? Может быть, участие в конкурсах, может быть, как-то в общем, не знаю. Ой, я про свои участия в конкурсах даже говорить не хочу. Я вообще, для меня это... Я стесняюсь этого, я не буду об этом говорить. Рада тому, что я осталась работать в школе и не изменила звание педагога. Хотелось уйти, хотелось все бросить. Что-то не получалось, недостаток финансовый был определён ровно так же, как во всей стране. Но, вы знаете, колоссальная поддержка коллектива, наверное, нашей администрации умение поддержать в нужную минуту сыграло свою роль. Школа – это прежде всего люди. Ольга Ивановна Фёдорова, гардеробщица, главная парадушию, первая встречает малышей начальной школы вот уже 13 лет. Она может не знать имени ребёнка. Всё-таки 20 классов с первого по пятый оставляют одежду здесь. Ей неинтересно, отличник перед ней или хорошист. Ольга Ивановна знает, кто в чём пришёл, в каком пакете принёс сменку и где найти потерянные шапку или варежки. Иногда даже лучше самих детей. Случаются такие казусы, что приходится искать одежду, куртку, шапку, шарфы. Иногда гардеробщица лучше ребёнка знает, в чём ребёнок пришёл. Да, потому что иногда не знают, в какой пакет они принесли. Поэтому мы уже запоминаем и знаем, где что лежит. Едва закончился урок, и коридоры наполняются людьми. Как в огромном мегаполисе, жители третьей школы толпятся на пути друг друга, образуя пробки, делятся последними новостями, спешат на следующий урок. И одно остаётся неизменно. В этом городе детства всегда светит солнце. За что вы любите свою школу? За весёлых учителей. За что? За хорошее образование. Так. За хороших друзей наших. Так. За отношение учителей к нам. Я желаю ей побольше успехов, побольше новых детей, хороших, чтобы все вышли отличниками, получили много дипломов, и чтобы школа гордилась ими. При умножении поводов для гордости – прямая задача всех учителей школы со стажем. Директор лично контролирует, чтобы отличников вдруг не стало меньше, чтобы спортсмены оставались в лидерах, а учебному процессу ничего не препятствовало. Список актуальных вопросов на еженедельной планёрке учителей редко когда бывает меньше, чем из двух десятков пунктов. И так было всегда. Владимир Мусеевич смело шагает навстречу переменам. Я как директор, наверное, и, наверное, не только я, наверное, все те, кто были руководителями школ в 90-е годы, после распада Советского Союза, наверное, вспоминают это как золотое время. Потому что, значит, все законы отменили, все препоны отменили, и каждый из нас мог творить свободно всё, что хочешь. У нас были и классы, где было по 8 уроков каждый день. С иронией вспоминаю, как этому возмущался тогдашний начальник санэпидемстанции, но при этом своих детей он в эти классы записал. Вот именно тогда и появилась идея, что в школах можно создавать школы, превращать в гимназии, в лицеи, давать всякие профильные классы. Вот мы тогда открыли и кадетские классы, и юридические, экономические, медицинские классы, информационные классы. А в 2004 году нашей школе присвоили статус школы с углубленным изучением предметов. Мы не стали выбирать гимназию и лицей, потому что уже были инструкции о том, что гимназии должны в основном гуманитарными предметами заниматься, а лицеи должны в основном, естественно, математическими. Поскольку у нас были и тот, и другой уклон, экономический, юридический, с одной стороны, операторы ВМ, информационные классы, медицинские классы, с другой, то оказалось, что самая гибкая форма – это школа с углубленным изучением. Можно любое направление развивать. Это было новое, мы были первыми в округе с таким странным наименованием – школа с углубленным изучением предметов. И вот так мы до сих пор сейчас и остались. Именно последнее десятилетие, от 30 до 40 лет, то есть с 2007 года по 2017 год, это как бы вершина достижения нашей школы, потому что в 2008 году мы были признаны лучшей школой Ямал-Ненецкого округа. Потом мы были признаны лучшей в Ямал-Ненецком округе школой по пожарной безопасности, потом по охране труда, потом нашу школу занесли в 4 рейтинга Министерства образования благодаря очень большим достижениям на фоне других школ. И вот сейчас мы, когда подводим итоги четвертого десятилетия, мы с удовлетворением и с гордостью говорим, что нам есть что сказать, как мы прожили эти 10 лет. Рейтинги, титулы важны для директора управления образования, но вряд ли о них помнят ученики. Школьники пожинают плоды этого образовательного успеха. Оснащению классных комнат могут позавидовать многие столичные школы. Все учебные кабинеты оборудованы плазменными панелями, компьютерами, интерактивными досками. В кабинете химии 3D-доска, позволяющая через специальные очки рассмотреть, например, цепочку ДНК, связи между микрочастицами в мельчайших деталях, максимально наглядно, чтобы лучше понимать, как взаимодействуют вещества, как получается та или иная реакция. На физике лабораторная работа, опыты, исследования. В кабинете биологии школьники с азартом ловят луч солнечного света и соревнуются между собой, кому первым удалось разглядеть микроскоп, инфузорию, туфельку. Кабинет боевой славы – место проведения уроков мужества, встреч с ветеранами. Кабинет технологии девочек обеспечен оборудованием для проведения уроков по кулинарии и шитью. Я уже связала свои изделия и теперь решила что-нибудь на лето шить. Вот буду шить юбку и топ из такой ткани. То есть костюм у тебя будет. А что связала-то? Вот я связала чехол на телефон. На первом уроке нас научили пришивать пуговицы. И вот сразу в этот же день у меня оторвалась пуговица. Ну я и села, и пришила. Мама очень удивилась. Снежана Петровна – учитель со стажем. Личным примером показывает, как легко шить для себя и быть ни на кого не похожей. И каждый урок даже самым способным детям напоминает, что без знания теории на практике вряд ли получится что-то хорошее. Есть такие дети с пятого класса, даже раньше бывает приходят на кухне. У меня есть внеурочная деятельность, кружок рукодельницы. Они приходят на дополнительные занятия и за год успевают пошить по пять, по шесть костюмов. Даже на переменках прибегают, когда большие переменки, что-то еще успеть сделать. Есть такие девочки. Практически в каждом классе один-два человека таких есть. И многие до выпускного класса стараются еще эти навыки совершенствовать. Сорока минут урока труда, как правило, мало. На эти уроки бегут с удовольствием и не спешат уходить после звонка на перемену. И дело не только в том, что мальчишки занимаются истинно мужским делом. Работают руками, а не зубрят правила и исключения. Адиб Гафурович Бурханов – бессменный учитель технологии, хозяин мастерских, наставник всех, без исключения мальчишек третьей школы, вот уже 30 лет. Именно он делает уроки труда любимыми. Уроки труда, они, как правило, пригождаются очень жизни. Потому что все время вызывать кого-то, чтобы тебе помогли, это может быть и невыгодно, и может быть не всегда ты это сможешь сделать. Ты обязательно должен сделать что-нибудь своими руками. Должен уметь. Чтобы нам в будущем все было легче. Ну вот тебе сколько лет? Мне 12. А ты в свои 12 лет по дому действительно помогаешь, ремонтируешь, что-то делаешь? Ну да, я помогаю делать полки, ну что-нибудь подпилить, может быть. Здесь учатся традиционно деревообработки. Работают и ручным способом, и механической обработкой древесины, металлообработкой, электротехнической работы. Просто помогаем школе ремонтом мебели и так далее. То есть, ну как бы закаливаем характер здесь ребят. Есть ребята очень одаренные, есть способные ребята, есть просто трудодюбивые ребята, есть ответственные, есть, ну, всякие ребята есть, конечно, там, скажем так. Ну, я никому не жалуюсь. Почему? Потому что ребята в этом возрасте всегда с желанием работают, и здесь не особо сложности нет, чтобы ребята могли трудиться там. Мастерские обеспечены всем необходимым, всем оборудованием. Поэтому спасибо Владимиру Алексеевичу, потому что он так старается, и мы тоже стараемся. Добавьте им сюда туловище, поместите их все за парты, и вы увидите, что у вас получился уже какой-нибудь урок. Сколько их было учеников за партами – озорных, послушных, серьезных и беззаботных. За 40 лет 2875 выпускников. Из них 54 окончили школу с золотой медалью, 111 – с серебряной. А два десятка выпускников вернулись в школу уже в качестве учителей, в том числе и Марина Геннадьевна Саракун. Как говорят, дома и стены помогают, да, то есть школу эту считаю своим вторым домом, потому что училась здесь с первого класса, то есть все учителя, которые учили меня, затем работала с ними вместе в коллективе, поэтому, конечно же, чувствовалась поддержка со всех сторон. И от учителей, и от стен, и от администрации, и, конечно же, от учеников. Приемственность, взаимопомощь. Для коллектива третьей школы – не пустые слова. Людмила Викторовна Коваль педагогической деятельности посвятила всю свою жизнь. Уверена, учитель – это не профессия, а призвание. У меня, конечно, семья была педагогическая. У меня мама много лет, больше 40 проработала в школе. Поэтому у нас заложено, наверное, это с детства. Мы к этому привыкли, что я вот привыкла, мама всегда была с тетрадями. Утром вставала, встаю, мама уже проверяет тетради, пишет конспекты. И, наверное, поэтому выбор у меня такой получился, что я стала учителем, люблю свою профессию, люблю детей, еще раз повторяю. И, конечно, больше 30 лет, уже 37 лет, как я работаю в школе. Молодым педагогам пожелаю того же. Значит, любить детей, работать с удовольствием в школе, ну и проявлять свои творческие какие-то качества. Без творчества в работе с детьми не обойтись, скажет любой учитель. Даже в математике есть своя поэзия. Сколько ж сил и успехов надо было приумножить, чтобы получилось 40. 40 лет традиций, 40 лет успеха, 40 лет работы школы. Смотрим, сколько здесь будет целых. Один. Вот, переписываем. Педагоги опытные плюс специалисты молодые. Равно единый целый коллектив, которым руководитель может гордиться. Система наставничества помогает молодым специалистам почувствовать уверенность в своих силах, выработать правильную стратегию работы с детьми, добиваться от учеников лучших результатов. Диана Вячеславовна Захарчук – учитель русского языка и литературы. Одна из полутора десятков учителей, начавших свою педагогическую деятельность в третьей школе 5-6 лет назад. В школу с углубленным изучением отдельных предметов зашла впервые в 2012-м, держа в руках резюме и диплом о высшем педагогическом образовании. Зашла, да так и осталось. Я пришла в третью школу, свободных вакансий учителей русского языка и литературы не было. Но Владимир Мусеевич предусмотрительно оставил меня на должности педагога-организатора, потому что через какое-то время две учительницы должны были уйти в декрет. И первые уроки – это уроки замещения. Ну, как известно, молодого специалиста, тем более на замещении, не всегда воспринимают серьёзно, поэтому первые уроки у меня были, на первых уроках были проблемы с дисциплиной. Но потом, на следующий год мне дали свои уже 5-6 классы, опыт небольшой, но уже был, поэтому все уроки проходили по моему сценарию. Можете считать себя строгим учителем? Да, я считаю себя строгим учителем, но, конечно, и пошутить могу на уроках, если это позволяет ход урока. Так в чём заключается секрет успеха? В чём сила школы? В сообществе разных по характеру и одинаково сильных по профессиональному уровню педагогов? В многообразии талантов и способностей учеников и умений наставников их развивать? Самые лучшие ученики должны общаться, должны развиваться с самыми лучшими педагогами, на мой взгляд. И если это подкрепляется серьёзной администрацией, которая управляет успешно всем этим коллективом, тогда и будет успех, на мой взгляд. Можете назвать третью школу успешной? Обязательно. В этом я даже не сомневаюсь. Я думаю, что в первую очередь это профессионализм учителей, их увлечение собственной работой, их высокий профессионализм и заинтересованность в этих результатах. Учителя третьей школы как солдаты, которые сначала идут сколько могут, а потом сколько нужно. Поэтому и результат налицо. Подходя к родным ступенькам школы, видя, как она формировалась, как росла, как развивалась, как добивалась своих успехов, это работа, во-первых, всего педагогического коллектива, в том числе и Владимира Мусеевича. Работать с ним интересно, легко, трудно, тяжело, но работается. И выпускаем детей хороших, несмотря на то, что они разные. И самое главное – радостно работать в этой школе, потому что вы были уже на первом этаже, вы проходили мимо нашей школьной галереи, так можно сказать. Я когда иду, а ведь чувствую, что, может быть, скоро и придется заканчивать свою деятельность. Но очень жаль. Мне даже, знаешь, когда я ухожу на больничный, подхожу к окошку и смотрю, что в школу дети идут, и мне хочется. Серьезно. Но и хотелось бы, конечно, каждому учителю, не только мне, что я здесь 40 лет проработала, видеть свои результаты. Для меня вот умение общаться с детьми и с родителями детей – это очень важный показатель. Конечно, может быть, это расходится с главным требованием, чтобы успеваемость была высокая, но мы с вами знаем, что в реальной жизни не все отличники добиваются успехов. Поэтому важно, чтобы в школе каждому было комфортно, и каждый учился по своим способностям. А вот умение сплотить класс, найти общий язык с детьми, с родителями – это очень важный показатель, показатель высокой квалификации. Я горжусь тем, что именно в третьей школе работало три заслуженных учителя Российской Федерации, потому что в других учебных заведениях нашего города их нет. И очень много почетных работников. Вот Валентина Борисовна стала первой в округе заслуженным работником ИНАУ. Я горжусь своим коллективом, горжусь. Наверное, лишь когда руководитель не меняется на протяжении десятилетий, возможно такое, что почти весь коллектив школы подобран одним человеком. И это касается не только педагогического состава. Светлана Иринарховна Захарова заведует школьной библиотекой уже 30 лет. Знает весь книжный фонд. А это ни много ни мало – 81 584 экземпляра. Учебники, учебные пособия, художественная и справочная литература. Библиотека не сильно изменилась за последние десятилетия. Все те же стеллажи самых разных книг, на любой вкус и потребности учеников. Однако, отвечая вызовом времени, в читальном зале появилась возможность воспользоваться ноутбуком, чтобы подготовить презентацию, реферат или выйти в интернет. Неизменным во все времена остается лишь правило тишины. Должно быть место в школе такое, где должна быть тишина. Дети об этом знают, мы им постоянно об этом напоминаем. И кто постоянно ходит в библиотеку, он знает, как себя вести в библиотеке. Но в то же время, конечно, дети есть дети, читатели, детская аудитория, она всегда будет детьми. И поэтому мы их никогда не ругаем за то, что главное, чтобы не хулиганили они в библиотеке. А то, что если они тут вдруг что-то вскрикнули или шумно обсуждают, то это только приветствуется. Не зарастает народная тропа школьников и в медицинский кабинет. Уроки, домашние задания, итоговые аттестации, дополнительные факультативы порой лишают самых ответственных школьников последних сил. Светлана Николаевна, а к вам по-прежнему бегают ученики выбросить справочку, не идти на физкультуру? Бывает. То есть ничего не меняется в школе, да, я так понимаю? Нет, нет, нет. Дети это, дети наши, как говорится, бывают, хотят. Бывает, что фурмусов будут, но бывает, выручаешь. Но это так, между нами. Светлана Николаевна сама себя в шутку называют школьной домовой. Ведь она выпускница этой школы. После окончания медучилища вернулась в родные пенаты. С третьей школой с детства, почти всю жизнь. Добрую, заботливую и всегда приветливую Светлану Николаевну наверняка помнят все выпускники. Сегодня медицинский кабинет стал профилактическим. Но она, как и прежде, примет, выслушает и поможет. Школа – это ведь не только место получения знаний. Это место, где ребята разных способностей, национальностей, возраста, учатся дружить, учатся побеждать, преодолевать себя. Здесь жизнь кипит и после уроков. Особенно жизнь спортивная. Ученики школы успешно выступают на городском и окружном уровне. И, конечно, достойно защищают честь родного учебного заведения на Спартакеаде школьников. Злые языки говорят, что вам удается побеждать столько лет в Спартакеадах только благодаря тому, что третья школа самая большая и есть из кого выбрать. Нет, я не согласен с этим мнением. Если так рассуждать, у нас сборная России по футболу, у нас тоже очень большая страна. Но, однако же, у нас не получается завоевывать лидирующие позиции на мировых соревнованиях. На протяжении 30 лет мы занимаем первое место в городской Спартакеаде школьников. 30 лет подряд мы выиграем эстафету, приуроченную к 9 мая. У нас первый. Мы всегда на каждый вид. Всего у нас получается 7 видов спортивных, которые входят в Спартакеаду школьников. Практически на все виды мы выставляем, так как у нас школа в городе является самой большим, и мы вставляем два состава. Основной состав и второй дублирующий для, так сказать, спортивного опыта в дальнейшем. Это более юные детишки. А ученики, участники этих соревнований, точно знают, почему из года в год приносят школе победу. Мне кажется, в большей степени директор. Даже так, объясни, почему. Потому что директор нас заставляет смотреть светские фильмы, участвовать во всех соревнованиях. Ну, доставляет нас занимать все время первые места. Если мы их не займем, то потом будем получать. Получать грамоты и стипендии, если победили, это тоже традиция. Все параллели с 1 по 11 класс участвуют в эстафетах, кроссе, лыжных гонках. Причем важен результат целого класса. Потому, хочешь не хочешь, а физкультуру полюбишь. Ее вообще должно быть больше. Это еще одна мечта директора третьей школы Владимира Пастушенко. По-моему, уже даже губернатор знает мою идею. Моя идея все-таки, чтобы вот там сзади школы, где заброшенная территория между школой и телефонной станцией, был построен третий корпус с огромным спортивным залом. Моя идея, ежедневные уроки физкультуры, они три раза в неделю. Но и идеальный режим распорядок для детей, у которых уроки умственные, там чередуются с физкультурой. Значит, для того, чтобы они лучше учились. Я пожелаю, чтобы школа оставалась здесь очень долгое время, чтобы ее все уважали, чтобы она так и оставалась самой лучшей. У нас, конечно, ученики, замечательные учителя. Я не знаю, если бы они, я не знаю, кем мы были, все хорошие, поэтому школа и самая лучшая. Ну что, можно пожелать в такой юбилей, вообще юбилей, конечно, классный. Пожелать хочется учителям, которые работают в этой школе, вот столько лет проработать, сколько я проработала в этой школе. Всем, которые здесь сейчас работают. Ну а детям, детям удачи, у нас хорошие дети. Чтобы они учились хорошо, чтобы они уважали учителей, потому что такое уважение как-то теряется с годами. Чтобы они уважали учителей, чтобы у нас были вот такие дружеские, рабочие отношения с детьми. А потом, когда они закончат школу, чтобы они всегда вспоминали и приезжали сюда. Ученики гордятся школой, а школа может гордиться своими выпускниками. Среди которых есть и депутат Государственной Думы, и руководители госучреждений и предприятий, успешные предприниматели, ученые. Юбилейный год собрал под крышей школы первый настоящий выпуск, как они сами себя называют. Выпуск 87-го года. На каникулах залезали по пожарной лестнице, было очень страшно. Это было уже под ночь, ну скажем, где-то часов в 9 вечера у нас было такое мероприятие. Играли в спортзале футбол. Это какой класс вы были? Это, наверное, уже был 9-10 класс. И не выгоняли вас? А выгонять-то было некому, сторожа не было, поэтому школу закрывали. Не было сторожа, и мы вот так вот играли вечерами, в каникулы, занимались спортом. Я сегодня, когда пришел, увидел Владимира Мусевича, увидел своих одноклассников, я очень рад, что они не изменились никак. Я вот чувствую, что мы такие же молодые, мы такие, какие были, мне кажется, мы не изменились вообще никак. Ну, может быть, чуть-чуть, конечно, седины добавилось, а так мы остались такими же школьниками внутри себя. Да, Владимир Мусевич, такие же школьники, всех сразу узнали? Только Камоликова не узнала. Вот часто, когда на фотографии она себе показала, какая она была молодая, я ее вспомнил. А пацанов всех сразу сходу узнал. Ничего не изменилось. И все такие же. Дух школы изменился с вашего выпуска и сейчас? Как по ощущениям? Ну, как сказать, смотря что считать духом школы. То есть, что она стала более современной, более живой, более, наверное, насыщенной, это да. Мобильной. Но с другой стороны, вы знаете, вот всегда стремление к высоким результатам, любовь к детям, такая какая-то, знаете, дух соревновательности здесь присутствовал всегда. И я вам говорю, кто задавал, и учителя всегда это поддерживали. Поэтому я не могу сказать, что там что-то сильно изменилось, стало просто современнее, наверное, поактивнее. Школа, где чтят традиции, обеспечена на успех. Долголетие. Поэтому, да, долголетие этой школе мы желаем. И хочется, чтобы, когда мы приехали через 40, через 50 лет, нам были так же рады, как рады сейчас. Кстати, здесь, в школьном музее «Зеркало истории» бережно хранится память обо всех школьных успехах и достижениях учеников. Впервые школьный музей был открыт в 1997 году, в год 20-летия школы. В 2012-м музей «Зеркало истории» достигает главного – получает официальный документ на право существования – паспорт. Сегодня в музее действуют три тематические экспозиции – координаты мужества, урок славянской культуры, школьные годы чудесные. Свои школьные годы чудесные будет помнить каждый из сегодняшних учеников. Участие в играх КВН, традиционное соперничество параллели 10-х и 11-х классов, битвы хоров, минуты славы, киновикторины, которые в школе начались еще до официального начала года кино. Митинги у городских памятников, написание проектов для городских и окружных соревнований юных исследователей «Ступень в будущее» и многое-многое другое. Наверное, в этом и сила. В этом секрет успеха школы номер три. В традициях выявлять таланты, поддерживать инициативных. В пятерках, а иногда и в двойках. В желании учиться и учить. В стремлении быть лучше, сохраняя историю и уверенно смотря в будущее.